Девушки отдыхают В предыдущем эпизоде майор милиции Анна Титова расследует убийство уборщицы комиссионного магазина Киры Головко. Девушку сперва оглушили, а затем пробили печень штырем для кассовых чеков. На орудии убийства отпечатки пальцев. В комнате жертвы находят пачку писем, адресованных народной артистке Бекасовой. Эта Кирочка опекала одну престарелую артистку. Вскоре выясняется. Убитая уборщица неплохо наживалась на старушке, присваивала себе ее деньги, дефицитные товары, выносила из дому картины. Ну и Кир, а? Это же шиферист. Однако в комнате убитой ценностей нет. Сыщики обнаруживают лишь подвеску с камнем фиолетового цвета. Такой же камень оперативник Титова замечает на шее своей матери. Женщина купила его во время визита к целителю. Мать жертвы ссорится с неизвестным мужчиной во дворе собственного дома. После чего оставляет младшую дочь под присмотром. Идет на почту и звонит в милицию. Титова. 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 Ана, Андреевна, 34, 12, 44. Так, хорошо. Хорошо. Так, 34. Спасибо, дорогой. Спасибо, другую. Субтитры сделал DimaTorzok Слушаю, Анна Андреевна, это Светлана Головкова, я, кажется, знаю, кто убил мою дочь. Коль, включи свет. Может, на меня жалобы какие-то имеются? Так нет, все счастливы, и вообще, я кучу настоек изобрел авторских, и все благодарят, все кланяются. Я, почему вы вчера об этом не сказали? Ясно. Думали, что он еще в тюрьме. Я правильно понимаю, ваша младшая дочь, это на самом деле ваша внучка, этого ребенка хотят забрать? Поймите, она родила очень рано ее. Я вынуждена была пойти на это. Ладно, с кем сейчас девочка? Вы все равно поторопитесь домой, заприте хорошенько дверь. И ждите нас, мы приедем, и вы нам расскажете все как есть, без утайки. Да, хорошо, я поняла. Мы куда-то едем? Да. А с этим что? Сходи к ребятам в ОБХСС. Пусть принимают гражданина. Это майор Титова. Нужна машина, срочно. Не буду, не хочу рисовать. Где мама? Где мама? Сейчас придет. Вот. Вот. Смотри, что я тебе нашла. Кукла. Новая. А? Нравится? Угу. Вот. Что опять не так? У нее в голове что-то тарахтит, и глаза не закрываются. Посмотри. Извини, не могу сейчас. Здравствуйте, Анна Андреевна. Коль, веди в курс дела. Ну что? Это бывший врач районной больницы Игнатий. У него в доме найдено 3 килограмма редкой горной породы под названием чероид. Камень имеет радиоактивный фон. Интересно. Я не понимаю, а при чем тут УБХСС? Ну как же? Расскажешь, откуда у тебя чероид? Мне сказали, вы продавали пациентам так называемый амулет из этого камня. Значит, получали прибыль. Ладно, езжайте. Мы найдем общий язык с гражданином-целителем. Я готов. Машина ждет. Поехали. Я им говорил и вам скажу. Я не знал, что камень несет радиоактивное излучение. Да меня это меньше всего интересует. Камень добыт из недр нашей земли. Не из недр, а из гор. Да какая разница? Право на разработку имеет государство. Так откуда у вас три кило чероид? Ира! Ирочка! Ира! Ира! Ирочка! Ира! Ну, что скажешь, участковый? Обошли все близлежащие дворы. Девочки нигде нет. Но три пацана видели, как голубой запорожец погнал в направлении дальника. Ясно. Пойду доложу титовой. А что здесь кукла делает? Пропала маленькая девочка. Ира Головко. Это ее кукла. Никого подозревают в похищении. Отца ребенка. Вот он, Виктор Челобанов. Отсидел за кражу тюремное прозвище Светнофор. А знаешь почему? Нет. Ответ есть на фото. У него глаза разноцветные. Извини, я не подумал, что фото черно-белое. А теперь серьезно. Исчезновение девочки открыло большую семейную тайну. Какую? Мать девочки вовсе ей не мать, а бабушка. Ну все, 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 Светочка. Ну успокойся. Найдут ее. Обязательно найдут. Да, я так и поняла. Глянь. Грязные следы больших сапог. Это сосед. У него нога поменьше и обувь почище. Следов взлома нет. Думаю, что Челобану, когда мог втереться в доверие, ему сами открыли. А с девочкой кто был? Некая Тамара Маляр. Это фамилия? Нет. Она делала ремонт в доме хозяйки. Смотри. Новая аж ей на машинка, Лада. И что? Такую машинку народной артистке ко дню рождения в горисполкоме выделили. В доме старушки Лады не оказалась. Ага. А на кухне финский умывальник, который старушка слезно просила, у директора киностудии шесть писем исписала. Ну, ладно, сейчас не об этом. Светлана, скажите, где живет Тамара? Маляр. Что, я не знаю. Она подошла ко мне, спросила, нужна ли работа. Берет недорого, я и взяла. Тогда ездила. Не местная, не знаю. Из Грибовки она. А вы откуда знаете? А Тонка сама хвасталась, что она лучший самогон в Грибовке гонит. Мне предлагала. Я только козел сплю. Местные видели, как синяя Запорожья в сторону дальника несется. А за дальником у нас Грибовка. Ну, тогда летим в Грибовку искать самогонщицу Тамару. Светлана, вы приходите сейчас в себя, а позже мы обязательно продолжим разговор. Камни мне эти подарили. Подарили? Да, в благодарность. Мужик один, Петренко его фамилия. Он гипертонией страдал, а я его вылечил. Так он мне сказал, у него сын из Якутии кучу камней привез красивых. Могу хоть килограмм, хоть десять. И много вы этих амулетов из камня сделали? Ой, мало. С ним мороки много, а обрабатывать неудобно. Послушайте, я их в основном мужикам импотентам тулил. И помогал. Хвастались, что агрегат работает начал. Так может вам госпремию дать? Нет, ну, почему вы сразу так строго? Да потому что, где мне теперь этого гипертоника Петренко искать-то? Да, я вам все скажу, я ничего скрывать не собираю. Подойдете? Это так называемый амулет целителя Игнатика. А вот это вот подвеска, которую мы нашли в доме недавно убитой уборщицы. Игнатика. 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 Сорт ко мне одинаковый. Рисунки похожи. Не исключаю, что это из одной партии. А что? А что вы на меня так смотрите? Я никакой уборщицы не знаю. Глянь, мужчина идет явно пьющий. Я думаю, что он точно знает, кто в селе самогоном занимается. Мужик! Сюда иди. Милиция. Ты зараза. Ты что, мужик? Так миллезвитель. Кому охота? Не бойся. Дома спать будешь. Тамару знаешь? Маляршу. Самогонщицу, что ли? Знаю. Где живет, покажешь? Ай, шел ты домой, дядь Коль. Поздно уже. Да ведь все равно не уснул. Что мне, в потолок плевать. Лучше я тебе компанию составлю. Посижу с тобой. Дядь Коль, я в норме. Капли подействовали, я успокоилась. Вижу, как ты успокоилась. Кукле голову свернула. Слушай, дядь Коль, помоги. Не могу назад поставить. Подожди. Тут что-то в тряпочку завернуто. Браслет. Браслет. Слушай, серебряный. Гравировка. Фора. Подожди, а что такое фора? Я не знаю, что такое фора. А ты где куклу-то покупала? У нас в Сильмане? На куклу? Да. Да нет. Кира ее прислала из города, сказала спрятать. Сестричке будет подарок новому Гондалу. Фора. Фора. Томка! Томка! Может быть, спит. Может быть, это... Сексом занимается. Мужик у нее появился. Серьезный. Продолжай звать. Томка! 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 Иди спать. Нет у меня ничего. Так, я же это... Я не за горющим. Ко мне он с вояк приехал. На сахзаводе работает. Может, и мешка сахара подогнать. На каком заводе? В Зеленогорском. Три? А где мешки? Ну, у дяди Миши. Не переть же их сюда сразу. А вдруг вас дома нет? Да. Это я не понял. Что это она имела в виду? А ну, пошли. Тебе что, дядя? Так это... Тамара не сказала. Сахар будет брать или нет? Берет. Пошли. Куда? В багажник ко мне кинем. Поехали. Гражданин Челобанов, поднимаем руки вверх. Милиция. Так что, сахарку не дашь, дядя? Руки! Где девочка? В доме. Где же еще? Предупреждаю. У меня нога больная. Бегать не буду. Стреляю сразу. Понял? Да чего уж. Непонятно. Я здесь ни при чем. Не трогайте меня. Спокойно, Тамара. Я... Я уверена, что вы тут ни при чем. И вы нам сейчас все расскажете. Да. Я познакомилась с Челобановым. Ну, по переписке. Когда он сидел в лагере. Да поймите же, просто всем от меня либо деньги, либо самогон был нужен. А он писал, что семью хочет. Да, я вас понимаю. Мужчины могут убедительно врать. Да. Он просил узнать, где живет эта девочка. Я узнала. Увидела, что у них идет ремонт. А Челобанов говорит, устройся, поработай у них. И вы устроились? Да. Но... Но я и подумать не могла, что он может похитить ребенка. Понимаете? Зачем? Я же ведь могла ему нарожать детей. Вы сейчас горячку порите. Я дочку свою забрал. Свою, слышишь? Если вы меня посадите, она же сиротой растебудет. Это вряд ли. У нее по документам мама есть. Да вы? Про Цветку? Про сбиюку эту? Как-то ты грубо. Грубо? А как еще я должен про нее? Она мне всю жизнь сломала. О как. Интересно. Все расскажешь. В милиции. Поехали. Ненавижу ее. Всю жизнь мне сломала. А как Светлана Головко сломала Челобанову жизнь? Якобы она подбросила украденные у соседки вещи. Их нашли у Челобанова, тот сел. А Светлана Головко взяла двух девочек и переехала в Одесскую область. То есть Челобанов вел к тому, что Киру убил не он? Угу. Якобы мотива у него не было. Он понимал, что Кирой кукловодила мама. А что у него с алиби? Где был Челобанов в день убийства? Да в Сумской области. Поэтому убить мать своего ребенка он никак не мог. И пальчиков Челобанова на орудии убийства не нашли. Спасибо. Да, поняла. Спасибо вам. Ну что? Алиби? Алиби. Участковый ИСУН подтвердил, что вы приходили к нему в день убийства Киры отмечаться. Так что, я свободен? А попытка похитить ребенка? Это моя девочка. Моя! Простите вы этой. Светланы Головко. Со Светланой у нас будет отдельный разговор. Подъем. Алло, мама. Есть какие-то новости? Не появился. Жаль. Ты что, отчаялась? Что значит, пусть провалится? Нет, он так не пойдет. Мы его найдем. Мам, мне бежать нужно. Вечером поговорим. И ты эти настроения брось. Пока. У вас пропал кто-то? Торопитесь? Да, едем в Богатыревку. Что по камням? Дело интересное. Несколько лет назад некий кандидат наук Петренко из Якутии в Одессу привез 30 килограмм чаровита. И что он говорит? А ничего. Осенью 80-го года он вместе со своей собакой Форой выехал в посадку. И больше его никто не видел. При этом машина осталась стоять на обочине. Целехенькая. Ее никто не трогал. Мне интересно. Очень интересно. Просто сейчас все мысли про уборщицу комиссионки. Едем к ее матери. По душам разговаривать. Позвольте. Мам, а давай собачку выехал. Собачку? Да. Она меня будет охранять. А давай. Мам, это кто? Не бойся, моя золотая. Это милиция. Того дяди больше уже не будет. Привет, Ирочка. Здрасте. Еще раз хотим вам сказать большое спасибо. Мы хотим поговорить с твоей мамой. Хорошо? Разрешишь? Зайдемте в дом. Поиграешь немножко? Давай, я тебя позову. Пойдемте. Вов! 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 Ваша дочь Кира вела переписку от имени народной артистки Бекасовой. Вы знали? Нет. Она мне говорила, что переписывается с одной актрисой. Даже фильм называлась «Ее счастье». Какое это отношение имеет вообще к убийству Киры? Мы пока разбираемся. Светлана, я попрошу вас отвечать честно. Если хотите, чтобы убийцу вашей дочери нашли. Дом строили. На деньги Киры? Да. Неужели не догадывались, что финская сантехника, швейная машинка, предназначенная для экспорта, все это ей, мягко говоря, не по карману? Догадывалась. Ну, я решила, а пускай кручится. Вину искупает. Поясните. Что тут пояснять? Я для нее всем пожертвовала. В суммах я была главным бухгалтером, уважаемым человеком. А она мне что, в подоле принесла? Для меня весь мир рухнул. А отец что, с инфарктом слег? Вы знали, каким путем Кира достает деньги и струйматериал? Нет. Она мне говорила, что ухаживает за одной старушкой. Оттуда копеечка ей перепадает. Хорошая копеечка, знаете ли. Да, удобная у вас позиция, Светлана. Решили не видеть то, что вам неудобно. Поехали. Подождите. Вы меня спрашивали, что Кира делала в Первомайском? Наконец-то. Да, спрашивали. Она говорила, что у нее там появилась новая подопечная, балерина. В Первомайском есть интернат для ветеранов сцены. Золотая жила для мошенника. Поехали в Первомайском. Здравствуйте. Добрый день. А подскажите, где здесь у вас выписывают? Вон, видите дверь. Вам туда. Что вы делаете? Спасибо. На здоровье. Он куста моим принят и вырвал грешный мой язык и прознословный. Олег Иосифович, не надо декламировать. И лукавый. Простудите горло. И жало. Добрый день. Это вы меня искали? Да, добрый день. Вы ведь знаете эту девушку? Да, это Кирочка из Одессы. В комиссионке работает. Частенько тут бывала. Она приезжала к бывшей балерине Майковой. Да, к Таисии Ивановне. Нам сказали, что Майкову нам несколько дней забрали. Ну да. И вот здесь нам сильно понадобится ваша помощь. Потому что балерина Майкова не замужем, детей нет. Кто ее забрал? Ну, во-первых, она еще достаточно молодая женщина. Если бы не эта чертова авария, могла бы еще на сцене выступать. А во-вторых? Поклонники ей пишут. Один из них и забрал. Богатый, между прочим. Имени не знаю, но балерина его игриво по фамилии называла. Агзямов. Как? Агзямов. Так, по-моему. Как? Еще раз. Агзямов. Агзямов. Видите, даже Олег Иосифович запомнил. Что значит запомнил? Что я дурак, по-вашему, или что? Агзямов. Агзямов. Что? Знаете такого? Не только я. Ты тоже. Так, 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 сюда. Оп, стоп. Нормалек. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто здесь главный? Я. Агзямов моя фамилия. А что? Ну что, вспомнил? Агзямов. 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 Я прошу прощения, нам пора. Агзямов. 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 Где-то я уже слышал эту фамилию. Гражданин Агзямов заведовал мастерской по ремонту бытовой техники. Его контора располагалась по соседству с комиссионкой. В которой работала убитая кирогалка. Угу, угу. И что известно про этого Агзямова? Ну, профайл у него, как сейчас говорят, образцовый. По образованию инженер. Закончил вуз красным дипломом. Несколько лет работал на предприятии. А потом перешел в сферу бытового обслуживания. Что не устроила зарплата инженера? Я так понимаю, что на старом месте не было возможности развернуться. Потому что после перехода на новую работу у Агзямова появилась трехкомнатная кооперативная квартира. Машина и дача. Ты в мастерскую звонил? Это Агзямов там? Нет. Но есть домашний адрес. Ну, тогда поехали. Я не поняла, почему ты сидишь? Там мама ваша. Ладно, Коль, ты иди в гараж. Я через 10 минут подойду. И маму позови. Привет. Привет, мама. Я рада, что ты пришла. Пиши заявление. Какое? Ну, так, мол, и так пропал сожитель. Какого числа, при каких обстоятельствах и особые приметы? Анатолия Степановича. Да, и... И нужно указать, что он ранее судим. Вот и хорошо. Если торопишься, я могу в другой день. Нет, мам, мы сейчас все закончим, и я пойду. Анатолия Степановича. Анатолия Степановича. Анатолия Степановича. Я не хочу припадков. Ну, их пить тоже не хочу. Пей. Ты не Акзамов, ты лев. Этот подъезд? Этот. Тая, не капризничай. Не нужно поехать на работу. Я не поеду, пока ты не выпьешь. Пей. Не хочу. Не хочу. Пей. Не хочу. Пей. Пей, тварь. Потом еще приперся. Лежи тихо. Милиция. Хотите, конечно. Оперуполномоченный Титова. Вы нас помните? Ну, конечно. Только не понимаю, чем вызван ваш визит. Вы не один? У вас с балерином Майковым? А почему это вас должно интересовать? Таечка. Что с ней? Не знаю. Она сейчас лекарство приняла. Скорую срочно вызывайте. Да, конечно. Сейчас. Коля, помоги. Убери стакан. Чтобы она случайно не поранилась. Надо что-то в рот. Палочку или черт его знает. Нет, нельзя. Скорая приедет. Укол сделает. Что там? Скорая едет? Эй, Акзямов! Тише, тише, тише. Ушел. Ушел, гад. Я за ней... Называй скорую. Тихо, тихо, тихо. Таисия. Сейчас, сейчас будет ночи. Сержант! Эй! Задержи его! Сержант! Кто здесь? А я заявление в милицию написала. И ищут тебя. Ну? Ты скажешь, куда ты пропал? А? Ну же, скажи что-нибудь. Тоня. Тоня, я так запутался. Я пришел забрать свои документы. И понял, я не хочу отсюда уходить. Я хочу быть с тобой. Ну да, почему же ты тогда вообще уходил? А? Тоня. Тоня. Чертяк. Ну все. Сейчас ей станет легче. Кажется, подействовало. А куда бы она делась? Препарат мощный. Все, отпускайте, отпускайте. Можно ее перерожить на диван. Коля, спускайся вниз, объявляю машину Акземова в розыск. Что-то интересное заметили? Кажется, я где-то это раздражение видела. Не знаю, что вас могло заинтересовать, Инна Андреевна. На аллергию не похоже. Не знаю, что это такое. А если травматический дерматит? Доктор, скажите, а кожа может реагировать так на камень? Вполне. А сколько она будет еще в таком состоянии? Мне надо с ней поговорить очень. Проспиться, да поговорите. Всего-то? Да. Ну, думаю, спать она будет, видимо, до утра. Доктор, а что такое прометазин? Вы все правильно поняли, девушка. Он вполне может вызывать судороги. Ого. Действительно. Ого. Это же кто здесь живет? Заведующий мастерской. Заведующий мастерской. Заведующий мастерской. Заведующий мастерской. Хватит читать, пошли спать. Ой, дотя. Я рада, что вы нашлись, Анатолий Степанович. Ну вот, опять на вы. Да потому что, когда последний раз я его назвала папой, он исчез. Ну скажу ей. Я, я дочка потому и пропал, что не хотел создавать тебе проблемы. А как? Одно дело сожитель твоей мамы, совсем другое дело твой отец. Ты майор милиции, ты вся такая положительная. Зачем тебе такой родственник? А если кто узнает, у тебя будут проблемы. А мне же клейма оставить негде. А знаешь, что меня больше всего злит? Ты без предупреждения вваливаешься в мою жизнь. Я привыкаю. Прошу тебя называть папой. А ты потом исчезаешь. Якобы из благих побуждений. Аня. Аня уже почти сорок. Если в следующий раз что-то без меня решите, не обижайтесь. Так я не поняла, что делаем? На стол накрываем? Поздно уже. Отдыхайте. Спокойной ночи. Ой, господи. Тебя характером. Просыпайтесь. Таисия Ивановна. Гражданка Майкова. Таисия Ивановна. Гражданка Майкова. Просыпайтесь. А Гзямова здесь нет. Он, к сожалению, сбежал. Но мы его найдем. Скажите, он часто давал вам этот препарат? Это лекарство вам никто не прописывал. Именно оно вызывало у вас судороги. Я догадывалась. Ну, я обуза ему была. Которая много знает. Да. Вот такая вот обуза. У него есть другая женщина. Леонид Геннадьевич. Да? Отдадите стаканчик, который вам не нужен. Коль, налей воды. Я не понимаю, разве вы догадывались, почему ничего не предприняли? Ну, почему же? Мы с Кирочкой договорились проучить этого мерзавца. Да. Я могу из врага сделать друга. Кира была вашим врагом? Ну, скажем так, она должна была быть ушами и глазами Обзямова. А он мерзавец. Хитрец он. Он так все красиво подал. Очень красиво. Вот с этой девушкой я тебя хотел познакомить. Кира Головко. Работает в комиссионке. Мы как-то с ней разговорились, и я рассказал про тебя. Оказывается, она твоя поклонница. Вы такая красивая? Давайте знакомиться. Я Кира. Я Тая. Кира стала приезжать ко мне все чаще и чаще. Каждые выходные ездила. Иногда даже дважды в неделю. А мой друг Обзямов, в лучшем случае, раз в месяц. В Одессу у меня замирала. После этого судороги начинались. И что было дальше? Обиделась я. И рассказала Кире самый страшный секрет Огзямова. Какой? Вы знаете, откуда у него деньги? Нет. Цеховик он. Или как там это называется? Ну, смотря чем он занимается. Угу. В общем, в подвале мастерской он станки поставил. И колепать там стал. Все что угодно. Футболки, пакеты, открывалки. И камешки еще такие маленькие, на цепочке. Фиолетовые? Да, он мне один тоже подарил. Но у меня раздражение на коже пошло. И я Кире его и отдала. У нее тоже кожа покраснела. Камень этот радиоактивный. Что? Я не знала. Хотя и не удивлена. Кстати, знаете, кто этот камень Огзямова привез? Друг его один. Хороший такой парень по фамилии. Петренко. Кандидат наук. Да. Вы все знаете. А еще я знаю, что этот Петренко однажды сел в машину со своей собакой. И пропал. А вот это и есть самая страшная тайна Огзямова. Моя. Выходной тогда был. Мы с Огзямовым в мастерскую заехали, он сказал, на пять минут. Петренко там был. В общем, собака, это фура ее звали. Она, видимо, ссунулась как-то резко, и Петренко за собой потянуло. А станок в это время работал. Что делать? И Петренко умер там? В подвале мастерской? Да. Я так поняла. Болевой шок. Ну, Огзямов труп в посадку вывез. И машину Петренко рядом оставил. Собаку бегать выпустил. А в милицию не сообщил, потому что пришлось бы объяснять, что за станок и так далее. Да, он, конечно, он же с прибылью своей расстаться не мог. Когда при деньгах он такой был самый-самый. Ухаживал красиво и до того момента, пока я инвалидом не стал. Как это произошло? Ну, после всего. Такая цена за молчание. Я выпивать стала крепко. Не могла заснуть все время. Это картина перед глазами. С таким камнем на сердце. Ну, и один раз пьяная за руль села. Киру убили 24 ноября. Что произошло в этот день или накануне? Я Кире подробно рассказала, где Огзямов труп закопал. А она сказала, что нашла останки и перепрятала их. Что? Зачем? Ну, вот я у нее спросила, зачем. Зачем? Чтобы твой Огзямов не замел следы. Знаешь, что я нашла? Вот, смотри. Это я там нашла. В останках. Фу, убери его. Да ладно. Этот браслет меня золотит. Спрячь его. И куда подальше? Ты даже не представляешь, как далеко я его спрячу. И буду хранить. Пока не выкупят. Кира очень хотела дом достроить для сестры и матери. А я не хотела отомстить Огзямову за то, что разлюбил меня. Когда пропала Кира. Вас это не насторожило? Еще и как. Но тут Огзямов появился весь такой из себя. Отвез меня в город. И снова стал травить этим. Ну, а дальше... Дальше вы знаете. Анна Андреевна. Есть новость. Это образцы отпечатков пальцев, которые криминалист снял в доме Огзямова. А это пальчики с места преступления. Совпали? У сыщиков не осталось сомнений. Убийца Огзямов. Его нашли? Сначала в его квартире нашли вот эту записку. Арсен. Джинсовый костюм. Угу. Так. И чем она помогла? Фильм «Самый обаятельный и привлекательный», помнишь? Там есть такой эпизод, когда спекулянт приходит к главной героине, чтобы она померила импортные шмотки. Угу. А она что, с Урала? О-о-о. Так вот, Арсен Спекулянт торговал в то время модными джинсовыми костюмами. Так что сказал этот Арсен Спекулянт? Сказал, что по просьбе Огзямова приезжал к некой девушке Марине на примерку. Но у нее, пардон, фигура нестандартная, грудь такая объемная. А, и где живет эта Марина? А она живет в частном секторе на улице Курской. Марин. Нет, ну что ты удумал? Никуда я не поеду. У меня много денег, Паниш. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Нет. Ну подумай, мы уедем в горы, а потом через время, может, за бугор попробуем. Ну, ну же. Дура! Идиотка, ты еще прибежишь! Черт! Гражданин Огзямов! Вы задержаны по подозрению в убийстве Киры Головко. Выходите из машины! Ваши отпечатки на орудие убийства Киры Головко. Ваши отпечатки пальцев на лампочке в подвале комиссионки. Так что вы от меня еще хотите? Балилина вам все рассказала. Гадина неблагодарная. А за что это она вам должна быть благодарна? На курорт ее возил, машину купил. А эта дура села пьяная за руль. Насколько я понимаю, Майкова начала выпивать после того, как стала свидетелем гибели вашего компаньона Петренко. Это был несчастный случай. И тем не менее, вы скрыли факт его гибели. Чтобы не вывозить станки из вашей подпольной мастерской. Мы в курсе, что Кира узнала о вашем секрете. Что она потребовала взамен на свое молчание? Не просто замолчание. Эта сумасшедшая нашла останки Петренко и вывезла их куда-то. А чтобы я не сомневался, сказала, что в качестве доказательства принесет браслет Петренко. И во сколько она оценила этот браслет? Двадцать тысяч. Вот и я, мягко говоря, удивился. А что? Деньги у тебя есть. Подпольный цех работает. Нашинкуешь еще. И предупреждаю. Браслет я хорошо спрятала. Не у себя дома. Так что не вздумай дурака валять. Да. Ты не простой девочкой оказалась. Меньше лирики. Мне деньги нужны. У матери ремонт стоит. Мне нужна неделя. Я таких денег под подушкой не храню. Мне нужно поехать кое-куда. Неделя. Дальше. Я вывез станки с нашего подвала. И стал думать, что мне делать с этой кирой. И решили убить. Зажал двадцать тысяч. Жалко стал. Я эти деньги заработал своим трудом. Пока граждане нашей страны отдыхали и смотрели телевизор, я пахал. Ночью, по выходным, по праздникам. А во-вторых? А во-вторых, я понял. Эта девочка на этом не остановится. Ясно. Дальше. Она назначила день сделки. Я подготовился. Девочки часто оставляли ключи в замке от подвала. Я сделал дубликат. Назначенный день пришел раньше назначенного времени. Выкрутил лампочку и стал киру ждать. Есть кто? Лампочка перегорела. Оглушил деревянным бруском и ударил штырем до чеков. Хорошая сделка. Кстати, она свою часть сделки не выполнила. Я обыскал ее. Браслета с ней не было. Жучара эта Кира. Оказалась божьим одуванчиком. А сама та еще. Так, ну, здесь все ясно. Осталось выяснить, перепрятала ли она останки Петренко. И был ли браслет. Место захоронения бывшего компаньона Акзямова вскоре нашли. В яме были останки Петренко. Кость руки раздроблена. Значит, Кира останки Петренко не переносила. Просто взяла браслет из его могилы. И хорошенько его спрятала. Завернула в ветошь и вставила в голову новенькой куклы. И отправила домой матери. И строго-настрого заказала до Нового года куклу не трогать. Какая интересная девушка. А Акзямову сколько дали? 15 лет. Станки нашли в подвале дома его двоюродного брата. Понятно. А что с балериной, которую травил Акзямов? А, ну, через несколько лет без трогательной заботы Акзямова состояние ее улучшилось. Женщина стала ходить. И вскоре на ней женился давний ее поклонник. Повезло. Так, девочки, не зеваем. Подставляем бокалы, подставляем. Можно я скажу? Аня. Первые твои 40 лет я о тебе не знал. Где-то бегал, много сидел. Но за последние полгода все изменилось. А где-то я уже слышала эту фразу. Аня, можно я тебя о чем-то попрошу? Можно. Называй меня дочкой. Ты ведь об этом хотел попросить. Об этом? Да. И еще. Я хочу попросить твоего благословения. чтобы взять твою маму в жены. Ну, конечно, конечно. А моего согласия, значит, никто не спрашивает. С днем рождения, твойка! Как я рада за вас. Мои дорогие, как я вас люблю. Как я рада за вас. До свидания! До свидания!